Тему продолжим с нашей гостью, председателем территориальной избирательной комиссии города Видное, Верой Маркиной. Вера Сергеевна, здравствуйте. Сегодня пятый день голосования по поправкам в Конституцию. Сколько избирательных участков на территории округа? На территории округа у нас 63 избирательных участка, но принимая во внимание, что это у нас не избирательная кампания, а именно голосование по поправкам в Конституцию, ЦИКом принят новый порядок, и в связи с этим дополнительно территориальной избирательной комиссии определено 23 труднодоступные территории, куда для удобства жителей у нас дополнительно выезжают либо специальные брендированные автобусы, либо у нас там есть помещения стационарные, в которых могут располагаться члены участковой избирательной комиссии. И граждане в этих труднодоступных местах как раз имеют возможность проголосовать рядом со своим домом. То есть все сделано так, чтобы максимальное количество граждан воспользовались своим правом и проголосовали за поправки. Голосование на дому. Можете рассказать подробнее, что это, как подать заявку? Да, подать заявку для голосования на дому можно было и через портал госуслуги. Также можно подать заявку, обратившись к нам в территориальную избирательную комиссию по телефонам. Можно напрямую в участковую избирательную комиссию, если гражданин знает, к какому избирательному участку относятся. Список телефонов и участковых комиссий был опубликован в последнем номере видновских вестей. Там внутри на развороте все эти контакты есть, поэтому кому необходимо, они могут посмотреть в газете, либо обратиться к нам в территориальную комиссию. Мы обязательно подскажем и скажем, к какому участку относятся. Поэтому голосование на дому в этот раз носит заявительный характер. Никаких причин указывать не нужно. То есть это может быть выезд и к молодым нашим гражданам, кто просто в силу того, что опасается того, что еще карантинные меры не сняты, опасается приходить на участок, просит, чтобы к нему приехали, проголосовали дома. И в этот раз еще у нас прием таких заявок для голосования на дому продлится до самого дня голосования, до 17.00 1 июля. Поэтому все граждане, у которых нет возможности прийти на избирательный участок, пожалуйста, вы можете обратиться к нам. И мы эту заявку передадим участковую комиссию, к вам обязательно приедут на дом. И, конечно же, большое внимание еще раз хочу уделить тому, что максимально безопасно голосование в этот раз проходит. Голосование на дому проходит без того, чтобы член комиссии зашел в квартиру. То есть все проходит на лестничной клетке. Сначала дезинфицируется дверь, ручка. В специальном пакете для гражданина вешается на дверную ручку пакет. Там все средства индивидуальной защиты есть, бюллетень. Он голосует отдельно в переносной ящик. И после чего уже члены участковой комиссии забирают переносной ящик и возвращаются в участковую комиссию на место. Мира Сергеевна, у вас есть прекрасная возможность пригласить наших телезрителей принять участие в голосовании. Да, уважаемые наши жители, телезрители, мы вас приглашаем на избирательные участки. Хочу обратить внимание, что в этот раз они работают с 25 числа по 1 июля с 8 утра до 8 вечера. В любое удобное время вы можете прийти и проголосовать. И, конечно, включая день голосования, те, кто все-таки затянул, мы вас ждем обязательно 1 числа на наших избирательных участках. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Вера Маркина, председатель территориальной избирательной комиссии города Видное. Спасибо.